Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подготовку к паралимпийским играм. Спасать ли белого кита? Поставить точку в споре зоозащитников и собственников китариума должна прокуратура. Наше собственное расследование. Подготовка к курортному сезону, который должен стать рекордным по количеству отдыхающих, выходит на финишную прямую. Готовы ли Анапы к наплыву туристов? Ответ на этот вопрос сегодня искали депутаты на заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования. В повестке было несколько пунктов, как будет организована торговля и готов ли пляжи к приезду отдыхающих. На сегодняшний день управлением по санаторно-курортному комплексу и управлением имущественных отношений разработан порядок, регламент предоставления пляжных территорий на безвозмездные ослой под благоустройство. Вся документация прошла уже экспертизу, получены положительные ответы из прокуратуры. И поэтому всего же у нас идут работы, к нам идут предприятия, здравоохранения, которые желают работать на этих пляжных территориях, предоставлять их для своих отдыхающих. По тому порядку, который разработан в регламенте, мы заключаем с ними договора. В этом году при предоставлении пляжных территорий под благоустройство особое внимание будет уделяться также для маломобильных групп граждан. Депутаты намерены вопросом подготовки к предстоящему сезону уделить особое внимание. Совместно с представителями администрации города они будут собираться чаще. Очередное заседание комитета намечено на следующую неделю. Мы все с вами знаем, что в этом году Анапа ждет рекордное количество отдыхающих. И то, как мы будем готовы к этому курорту, сыграет роль о том, сколько людей приедет к нам все-таки через год, через два года, через пять лет может быть. Крым стал нашей территорией, восстанавливался с Россией. И для нас, для анапчан, очень важно сейчас задуматься над тем, как стратегически построить свою работу, чтобы наш курорт был привлекателен на многие годы вперед. На Кубани стартовала всероссийская акция «Письмо Победы». Студенты краевых учебных заведений помогут ветеранам Великой Отечественной войны найти друзей, однополчан, родственников и установить с ними связь с помощью писем и видеобесед. Также будут организованы встречи ветеранов со студентами и школьниками. Молодежь напишет письма в прошлое родным, принимавшим участие в войне. Завершится акция 9 мая. А мы напоминаем, что 5 мая Анапа отметит пятилетие присвоения высокого звания «Город воинской славы». Этой дате будет посвящен ряд мероприятий. В 8.30 во всех школах пройдет единая торжественная линейка с участием ветеранов Великой Отечественной войны. В 10 часов возле памятников военной истории состоится патриотическая акция «Вахта памяти». Продолжат празднование в 20 часов торжественное мероприятие «Немеркнущая слава» и концерт творческих коллективов возле стелы. А в 21 час в честь «Города воинской славы» небо над Анапой озарит праздничный фейервер. Подробный план мероприятий, посвященных празднованию пятилетия присвоения звания «Город воинской славы», вы можете найти на нашем сайте. И к другим темам. Правила не писаны. Наша съемочная группа провела на Горьков около часа и убедилась. Такое интенсивное автомобильное движение увидишь не на любой улице нашего города. И даже периодическое появление сотрудников ГИБДД не внесло корректив. Похоже, в привычную для этого района картину вседозволенности. Мы журналисты, просто наблюдатели. Смотрим и описываем, что происходит вокруг. Вот, например, у водителя этого серебристого джипа «Обед». Когда есть хочется, не доправил парковки. У музея восковых фигур бросил авто любитель истории. Петра Великого уважает, а ПДД, видимо, не очень. У летней эстрады парковка для явных патриотов своей родины. А у Праги работники заведения ничего умнее не придумали, как загнать свой фургончик на тротуар. А мимо плывут машины, обычные и со спецсигналами. Парни на мопеде лихо проносятся мимо сотрудника, который, конечно, пытается их остановить, но безуспешно. Мамы с колясками, дети на велосипедах и даже дух захватывает, как проносятся мимо. Некоторые не местные. А вас не случилось, что здесь люди с колясками шли, вы чуть их не сбили? Я, наверное, видел, куда ехал. Да? Вы уверены? Мы вот посмотрели, как-то вы не осуждены. А как вас зовут? Петр. В Анапе живете? Нет. Пешеходную зону от Русских ворот к набережной пешеходы тоже вынуждены делить с автомобилями. Стихийная стоянка у парк-отеля, а у капитана уже привычная глазу. На Горького без изменений. Люди, машины, сотрудники. Это улица курортная, поэтому здесь машинам вообще не место. Вот отведены велосипедные дорожки. Пожалуйста, велосипеды пусть ездят. А машинам здесь ездить вообще не нужно. Кроме этого, близко улица Гребенская, там санаторий Анапа. Там пенсионеры, инвалиды, колясочники, спинальники. Вот для них эта улица и для курортников. Галина Евгеньевна продолжила свой путь. И автомобильная жизнь продолжилась. Особенно интенсивно на перекрестке Горького-Краснодарской. Одни стоят на пешеходном переходе, другие разворачиваются и даже попадают в мини-ДТП. Или едут исключительно на работу. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы куда приехали? На работу. Вереницами едут машины по Горького. Десятки насчитали за час. К слову, и номера козырные, и марки авто не так, чтобы дешевые. Вообще-то, по большому счету, надо было первоначально, как вопрос, чтобы это было пешеходной зоной. Правильно? Кстати, администрация не понимает, если вы видите, формирование. Вот деревня, зона специально формировалась так, чтобы здесь создать такой интерьер, паразирные для бульвара. Понятно, что здесь машин не должно быть. Ясно одно. Нарушителям путь на Горького должен быть заказан. И даже тем, кто живет и работает здесь, стоит напоминать о правилах дорожного движения. Пока же на Горького слишком много исключений из правил. На дорогах Анапы усилены меры контроля при транспортировке опасных грузов. К ним относятся легко воспламеняющиеся и агрессивные вещества. Сотрудники ГИБДД проводят мероприятие под условным названием «Грузовик». С отделом технического надзора ГИБДД города Анапа проводится контрольно-профактическое мероприятие «Грузовик», в рамках которого мы останавливаем, проверяем транспортные средства грузовые, проверяем наличие у них приборов, контроль режима труда и отдыха водителей, это тахографы, проверяем техническое состояние транспортных средств, что они способны передвигаться, чтобы обеспечивали безопасность дорожного движения в сфере автотранспортных перевозок. Контролируем наличие перевозки грузов, как в документальном формате, так и наличие перегруза у транспортных средств. В данном случае остановили, что опасный груз, который везет транспортные средства, почему-то без включенного оранжевого маячка, и по комплектации тоже есть недостатки небольшие. Соответственно, привлекаем к административной ответственности, как физических лиц, должностных лиц, так же и юридических лиц. Зоозащитники просят прокуратуру проверить условия содержания белухи Рокси в Анапском китариуме. Они говорят, что бассейн слишком мал для нее. Владельцы заведения утверждают, что вес и внешний вид самки белухи вполне соответствуют ее возрасту. Так же они выглядят в природе. Что именно хотела сказать белуха Рокси, можно лишь догадываться. Кит выглядел общительным, хотя и немного уставшим. В отсутствии переводчика с дельфиней в Азароксе говорят люди. Защитники животных бьют тревогу и обращаются в прокуратуру. По их мнению, полярному киту в Анапе, где летом температура достигает 40 градусов, не климат. Кроме того, белуху содержат в бассейне емкостью 300 кубометров, что недопустимо. Тем более, что там же живет еще один дельфин Афалина. Сейчас белуха выглядит внешне аномально распухшей. Это из-за неправильного питания, из-за гиподинамии. При ее размерах она не может ни нырнуть на достаточную глубину, ни проплыть. За защитники ссылаются на мнение специалистов по китообразным. Владельцы заведения показывают на оформление китариума, где нарисована белуха. Его делали три года назад. Говорят, что для взрослой самки-белухи у Рокси абсолютно нормальные весы конституции. И те, и другие предлагают заглянуть в интернет. Что до условий содержания, то животных кормят и за ними ухаживают. В минувшем году в заведении принимали с десяток проверок из различных инстанций. И фильтровальные установки, и все документы имеются, и все это проверяется, и все это контролируется. Журнал за содержанием животных ведется. И продукция, которую мы кормим, она сертифицирована. Все эти высказывания, бедная, несчастная, ожиревшая, это тоже субъективный взгляд, правда? Это не объективное ведь мнение. Хозяева китариума говорят, что текущие условия содержания животных временные. К маю достроят новый бассейн на 600 кубометров и животных расселят. Зоозащитники ссылаются на опыт Европы, где по правилам белуха должна жить в бассейне в два раза большем по объему, чем тот, что строится, если уже содержать ее в неволе. А так, полярному киту место в северных морях, а никак не в жарком анапском климате. Не так давно в китариуме побывала прокуратура. Проводится проверка. Когда станут известны ее результаты, пока не ясно. По мнению Натальи Макеевой и ее соратников, белуху необходимо, если не выпустить, то перевести в более комфортные условия, хотя признает, что каких-либо специальных нормативов по содержанию китообразных в России нет. Вместе с тем, практически сразу после визита сотрудников прокуратуры и зоозащитников из китариума исчезла одна из афалин. Владельцы предприятия говорят, что она умерла по вине зоозащитников и обратились в прокуратуру. Они считают, что причиной гибели дельфина стал пережитый стресс из-за того, что в воду поместили специальную видеокамеру. Зоозащитники называют обвинения абсурдными и говорят, что дельфина просто вывезли в неизвестном направлении, чтобы был повод их обвинить. Мы будем следить за развитием событий. Кубань ждет туристов из Казахстана. Заинтересованность нашими курортами уже проявили несколько туроператоров и одна авиакомпания. При поддержке Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в ближайшие дни состоятся инфотуры, в рамках которых около 60 представителей Казахстана познакомятся с достопримечательностями и лучшими отелями Анапы, Геленджика и Сочи. Туроператоры не сомневаются в успехе и заявляют о готовности увеличить частоту авиарейсов из Казахстана, если бронирование пойдет очень активно. Будущие паралимпийцы ЗАНАП Анастасия Шевченко и Дмитрий Нестеров на прошедшем чемпионате и первенстве страны по плаванию показали отличные результаты. Анастасия заняла 4 первых места в различных дисциплинах, а Дмитрий показал результат, который соответствует второму взрослому разряду. «Таким спортсменам действительно надо помогать. И все, что от нас зависит, мы стараемся, конечно, делать. Мы надеемся, что эти спортивные результаты у нас будут дальше и дальше расти. Есть у нас задача, чтобы на первенство мира, правильно? Отобраться. Дима, конечно, улучшит свои спортивные результаты. Я думаю, что все спортсмены, которые в этой школе, будут также радоваться вашему успеху». Поздравление от коллег и друзей. На соревнованиях Анастасия Шевченко помимо 4 золотых медалей показала норму мастера спорта. Проплыла на спине 50 метров за 40,27 секунды. Дмитрий же пусть и не занял призового места, но, говорит, достиг личной победы. Выполнил норму второго взрослого разряда. Теперь же у ребят есть одна общая и большая цель. «Спорт – это здоровье, это способ, когда же, не способ не пить, не курить, там, и вредные привычки эти, чтобы было к чему стремиться, чтобы не прогибаться под все это. Нужно попасть на пара олимпиаду». «Спорт – это жизнь. Коротко. А стремлюсь я, наверное, попасть на ближайшую пара олимпиаду в Токио». Но, как признаются юные спортсмены, до пара олимпиады в Токио предстоит еще много стартов. Так, Анастасия уже планирует в октябре принять участие в еще одном первенстве России, чтобы потом пройти отбор уже на чемпионат мира. Соревнования по велоспорту стартовали в Анапе. Сейчас в городе проходит первый тур открытого лично командного чемпионата и первенства Краснодарского края. В нем принимают участие опытные спортсмены и юниоры. В течение четырех дней юноши и девушки будут состязаться как в групповых гонках, так и в индивидуальной программе. По информации Управления по физической культуре и спорту у курорта, в местах проведения гонок с 19 по 22 апреля будет частично ограничено движение автотранспорта и изменено следование маршрутного такси. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.